Добрый день, мои дорогие и уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Друзья мои, наконец-то наступила долгожданная пора, когда скрылось это палящее солнце. И сегодня уже можно жить и дышать температурой где-то 25, а не 35, как всего лишь вчера было. Целый месяц у нас держалась страшная жара, и я уже начал ощущать себя каким-то бедуином, только без верблюда. Пью воду, заряжается вода и чувствую себя наконец-то нормальным человеком. Друзья мои, с подачи одной моей зрительницы, очень активной, хорошей, красивой женщины, неравнодушной к делу Лада Бахова, Я отыскал в интернете сайт движения Альтернатива, которое заявляет, движение это заявляет о себе тем, что мы делаем людей свободными. Мы делаем людей свободными. Хорошая заява, тем более, что она притворяется ими, каждый день притворяется в жизнь. Альтернатива это волонтерская организация, как они о себе пишут, которая борется с современным рабством. Мы освобождаем людей из всех форм рабства, трудового, сексуального, нищенского и так далее. Наша организация, они пишут, основана в 2011 году и за 7 лет. Это, видимо, значит, на 2018 год данное, а сейчас уже они существуют 9 лет, более 9 дней, 10, может, даже лет. В общем, своего существования, за 7 лет существования, они освободили более 1300 человек. Еще 2000 человек попали домой с помощью Альтернативы. Ну, друзья мои, много это или мало, я думаю, побольше, чем возвращает домой, так сказать, наша доблестная полиция. Это очень много. Тем более, что они занимаются такими случаями, которыми больше никто, может быть, и не занимается. И не полиция, и не следственный комитет, и не дипломатические каналы какие-то, никто. Что мы пишем? Ну, они публикуют историю людей у себя, на сайте которых освобождают. Также находят мировые новости по теме торговли людьми и борьбы с этим преступлением. Составляют инструкции, которые позволяют предотвращать новые случаи закабаления людей в рабство. Или позволяют оказывать грамотную помощь жертвам рабства. Дальше они рассказывают честно, где они берут деньги. Альтернатива волонтерская правозащитная организация. Кстати, у них во многих регионах есть волонтеры, так сказать. И любой из нас может, нажав кнопочку, предложить себя в качестве волонтера по своему региону этой организации. Значит, государственные структуры не оказывают ей никакой финансовой помощи. Ну, еще бы, так сказать, надо же, так сказать, содержать в порядке Кремль, так сказать, и все, что, значит, за администрацией президента числится. Надо, так сказать, зарплаты достойные платить депутатам нашим, членам совфеда, членам правительства и так далее и тому подобное. И о какой-то альтернативе речь, так сказать. Что государству до того, чем занимается какая-то альтернатива. Дальше. Мы существуем за счет пожертвований учредителей организации. Ну, они, значит, принимают от любых граждан помощь, там атрибуты есть у них, как помогать и так далее. Как связаться с нами? Если ваши родные попали в рабство, если вы подозреваете, что кто-нибудь из ваших знакомых или близких содержится в неволе, если вы разговаривали по прошайку и выяснили, что его заставляют заниматься работой насильно, звоните по горячей линии, такой-то бесплатно по России, такой-то для звонков из-за границы. Или пишите туда-то, почта дана, все как положено. Чтобы оставить заявку на пропавшего без вести и опубликовать у нас ориентировку, заполните форму на нашем сайте таком-то. Сайт я, значит, нажал, ориентировку эту, или заявку, как они называют. Я заполнил на Влада Бахова, значит, на его пропажу и отослал руководителю альтернативы Олегу Мельнику. Олег Мельников, кстати, интереснейший человек. Если покопаться, значит, в том, чем он занимается, ну, вы меня извините, так сказать, равных, равных, наверное, нет ни в России, ни за рубежом, может быть, этому самодеятельному сыщику. Он, значит, даже позапрошлом году пропадал в Сирии, потом нашелся, а в Сирию они ездили, он ездил с группой волонтеров для того, чтобы освободить наших россиян, находящихся там в рабстве, так сказать, у сирийцев. Ну, вы представляете, ему многое удается, вы же видите, за 7 лет, 1300, значит, из рабства освобождено и еще 2000 помощь оказана в возвращении родные пенаты. Вот, я хочу сказать, что на какой ареал, на какой регион распространяется деятельность альтернативы, она направлена главным образом на освобождение рабов в российских регионах, в российских регионах. Но в отдельных случаях, вот я сказал уже про Сирию, движение, движение удается освободить людей, наших людей в рабство за пределами Российской Федерации, в том числе на Ближнем Востоке и даже в Африке, друзья мои, и даже в Африке. То есть они, люди Олега Мельникова ели, будем так говорить, бананы прямо с банановой пальмы, не как мы с вами, с прилавков магазинов. Вот, если вы откроете Википедию, то и почитаете про альтернативу, то вы увидите, что есть отдельный раздел целый, посвященный роли альтернативы в освобождении рабов с кирпичных заводов Дагестана. Вот о чем я недавно, так сказать, делал пару роликов, где упоминал, значит, Дагестан, и даже автобус есть, я оказывается и не знал. Смоленск, Махачкала, Махачкала, Смоленск курсирует, я не знаю, для чего это, так сказать, но, видимо, у владельцев автобусной линии или автобусов есть прибыль хорошая. Раз они, значит, эти две с половиной тысяч километров в одну сторону, две с половиной, в другую махают каждый день, можно сказать. В 9.30 выезд из Смоленска, в 10 вечера на следующий день уже ты стоишь в центре Махачкалы и думаешь, куда направить свои стопы. Тебе подходят люди и говорят, слушай, дорогой, почему ты так смотришь, вот тут есть работа хорошая на заводе кирпичном, пошли покажу. Ты идешь, так сказать, и пропадаешь на несколько лет, пока за тобой не приедут волонтеры Олега Мельникова. Ну, так оно, видимо, и происходит. Вот, ну и тут будет написано, видите, Дагестан стал одним из самых проблемных регионов, где широко распространено трудовое рабство и применение принудительного труда на частных предприятиях. Как правило, люди, завербованные посредниками, удерживаются на местных кирпичных заводах. Уже отнимают документы, деньги, заставляют трудиться без выходных, по 12 и больше всего в сутки, не выплачивают зарплаты, применяют физическое насилие к тем, кто отказывается работать или хочет сбежать. Угрозам подвергаются и сами активисты движения. Это уже активисты движения альтернативы, вы представляете? Как правило, сами рабовладельцы и другие эксплуататоры остаются без наказания. Ну, во-первых, потому что рабы эти юридически неграмотные, как правило, никуда не обращаются. А во-вторых, что у нас законодательство вот это вот очень слабенькое по использованию рабского труда. Поэтому я теперь буду, видимо, ждать ответа. Значит, из альтернативы буду ждать ответа. Что мне ответит Олег Мельников или там его заместитель, или другой, значит, активист движения, который сидит в руля и кормила этого движения. Посмотрим. Я буду вас держать в курсе, друзья мои. Но, как бы, я не знаю, если бы я знал в самом начале, когда я стал заниматься этим делом Владислава Бахова, я бы давно уже сюда обратился. Я смотрю, значит, у них на сайте, вы поковыряйтесь, так сказать, почитайте, у них на сайте очень много интересного. Очень много интересного. Они вытаскивали, так сказать, людей из всяких видов рабства и описывают это, эти истории, описывают эти истории. И из нищего рабства, и из сексуального рабства, и из трудового рабства. Это, то есть, я хочу сказать, что не буду дальше, потому что уже много сказал в своих предыдущих роликах об этом. Я хочу сказать только одно, что если Владислав Бахов жив и находится в одном из видов этого рабства, то не исключено, что Олег Мельников со своей альтернативой могут помочь нам увидеть Влада среди нас и сбросить в сердце этот тяжкий груз, тяжкий груз, которым является трагедия Владислава Бахова. С вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал. Здесь говорят правду и только правду. И не забывайте ставить лайки. Слово какое-то немножко собачье, значит, от слова лай. Ну, лайк, я понимаю, что такое, значит, лайк, ну, понравилось кому-то, что-то. Вот. А также не забывайте делать добрые дела и в качестве добрых дел помогать моему домашнему приюту Котовасия67. Все атрибуты для такой помощи есть под каждым моим роликом и под этим тоже. Спасибо за то, что вы это делаете. Хоть иногда, хоть понемножку, но помогаете. Я думаю, что вам воздастся за ваши добрые дела еще при жизни. Спасибо огромное. Пока.